Здравствуйте! В эфире национальная телерадиокомпания Чувашия, программа по существу и я ее ведущий Родион Архипов. А сегодня мы поговорим о военно-патриотическом воспитании молодежи в Чувашии. А у нас в гостях руководитель Республиканской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» и «Союз десантников Чувашии» Игорь Михайлович Кашаев. Игорь Михайлович, начнем с того, что у нас в республике наблюдается подъем военно-патриотического молодежного движения. Это сразу становится заметно по тому, насколько часто проводятся различные тематические мероприятия. И почти в каждом из них принимают участие ветераны войны в Афганистане. Да, это, конечно, благодаря тому, что государственная поддержка все больше и больше идет военно-патриотическому движению. Но военно-патриотическому движению наша организация занималась изначально, с момента создания. То есть мы учреждали турниры в честь наших погибших ребят, проводили совместно с федерациями спортивных организаций различные турниры памяти наших погибших ребят. Могу отметить несколько турниров, которые уже традиционно, ежегодно, уже несколько лет проводятся подряд. Это турниры у нас по лыжным гонкам в честь Овчинникова и Куракова. Овчинников – погибший парень в Афганской войне. Кураков – это у нас погибший парень в Чеченской войне. В честь Героя России Смирнова по волейболу. Традиционно, ежегодно это проводится очень много лет подряд тоже. И потом уже ежемесячно, практически по 2-3 турнира у нас проходит с начала года. И хотелось бы отметить тоже, вот уже несколько лет подряд проводится турнир Петрова и Рудольфа по лыжным гонкам в Урмарском районе. Турнир по вольной борьбе, совместно с федерацией вольной борьбой в честь Степанова Кацова. 16-й турнир прошел в начале июня в честь Кавалера Ордена Боевого Красного Знамени Константина Долбилова на Ядринской земле, где принимают участие не только наши организации, но и молодежные организации, которые при нас, как-то кадетские классы, с которыми мы сотрудничаем, с которыми мы работаем уже и проводим различные мероприятия, в том числе уроки мужества. И, естественно, у нас в ряду военно-патриотических мероприятий, это, естественно, празднование 9 мая. Они не должны забывать, какой ценой досталась нам победа Великой Отечественной войны. Почему 9 мая для нас это самый главный праздник. Поэтому надо эти вещи рассказывать, доводить до молодого поколения. Мы это всегда делаем, мы это старались всегда делать. А сейчас вот в государственной поддержке, конечно, вот этот подъем, конечно, мы очень рады этому. И наши ветераны с таким энтузиазмом всегда рассказывают, ходят в школы и видят, что есть такая поддержка. И, конечно, спасибо всем тем, которые помогают в этом деле. Ну и для того, чтобы поддержать интерес к службе вооруженных сил России, ветераны Афганистана, естественно, проводят различные конкурсы, в которых активное участие принимают как юноши, кстати, так и девушки. И не так давно, нужно сказать, что это и почетно, и оригинально для нашей республики, школьница из Чувашель стала победительницей и побывала в знаменитом лагере Артек, в котором я, кстати, никогда не был, а очень хотелось бы. Вот вы сказали, что вы тоже не были в Артеке. Ну, вы знаете, когда вот мои дети тоже были маленькие, ну, Артек практически невозможно было попасть, потому что там оно разваливалось, просто выжило. Ну, всесоюзный был, да, это было тогда, когда при Советском Союзе. А потом же, в 90-е годы, Артек практически, он очень плохо работал. Вот когда Крым добровольно, как говорится, перешел на состав России, они это осознанно сделали, и Артек действительно, он сейчас вот очень сильно развивается. И было, вот у нас было совещание в Российском Союзе ветеранов Афганистана. Я являюсь членом президентом управления общероссийской организации, Российского Союза ветеранов Афганистана. Было принято решение провести конкурс общероссийский, письмо погибшему афганцу. Это сочинение писали, писала вся Россия. То есть писали примерно 8-й, 9-й, 10-й класс. Когда уже все эти сочинения пересылались в Москву, чтобы на конкурс, да, и с Москвой мне звонят, было очень приятно, что чуваши приняли активное участие. И было приятно слышать, что у нас очень много хороших сочинений. И я, честно говоря, ожидал, что какое-то место у нас будет. Я уже ожидал, когда уже говорили. Но когда объявили о том, что первое место заняла наша ученица, Семенова Екатерина, с Канаша, 10-й школы, Сергеева Екатерина, извините, Значит, она заняла первое место в общероссийском конкурсе. Конечно, было радостно и приятно это слышать. Сергеева Екатерина является дочерью афганца. Между прочим, мы с Сергеем вместе служили. И она написала сочинение вот именно тому погибшему овчиннику, с которым я тоже проходил службу в Фергане, в учебном подразделении, вот в честь кого мы проводим турнир по лыжным гонкам в Рапасадском районе. Она написала письмо, как беседу почти что с отцом и с этим погибшим парнем. И это сочинение заняло первое место. Она получила приз, конечно, вот эта вот путевка в Артек. Она уже съездила. Она приехала 12 июля. Две недели с небольшим она отдыхала там. И самое главное, она видела там Путина, ведь Путин приезжал как раз в это время туда. Там было какое-то мероприятие. Президент России Владимир Владимирович Путин там открывал какое-то мероприятие. И она присутствовала, видела живого Путина, президента России. То есть столько эмоций было. Знаковые события в ее жизни. Да, это, конечно, для нее это было очень важно тоже. Она с воодушевлением, с эмоциями об этом рассказывала. А мы, в свою очередь, гордимся тем, что у нас есть такие дети, которые действительно могут грамотно и красиво изложить боль своей души. Это, наверное, дорогого стоит. И хорошее это воспитание родительское получаете. Отец, прошедший войну в Афганистане, он, естественно, будет воспитывать в духе патриотизма свою дочь. Это очень здорово. В былые времена в Советском Союзе существовало порядка девяти суворовских военных училищ, которые были образованы во время Великой Отечественной войны. А потом уже позже, к 80-м годам, к ним присоединились и спецшколы, которые существовали почти в каждой республике. В спецшколах и в суворовских училищах ребята проходили первоначальную военную подготовку и подготовку для поступления в высшие военные училища. А вот первый опыт в этом направлении в те времена в столице Чувашия имела 17-я школа. Это были спецклассы с летным обучением, где ребята проходили первоначальную военную и летную подготовку, а также подготовку для поступления в высшие военные летные училища. Кстати, мне тоже посчастливилось пройти эту подготовку. Игорь Михайлович, вот сейчас, по прошествии стольких времен, и я уже как родитель могу порадоваться тому, что наши дети уже смогут поступить в нашу кадетскую школу, которая будет скоро открыта. И там уже можно будет проводить те мероприятия, которые раньше проводились по всей республике, а здесь уже целенаправленно можно будет видеть в них будущих офицеров, будущих защитников Отечества. И у вас уже, наверное, есть какие-то свои определенные планы по совместному сотрудничеству с кадетской республиканской школой. Ну, конечно. Мы военно-патриотическое воспитание, я уже говорил, мы на базе своих организаций, вот в разных районах и в городе тоже создавали военно-патриотические клубы, так просто, как на общественных началах. Конечно, будет очень хорошо, когда будет создана республиканская кадетская школа. Конечно, мы с ней будем очень серьезно сотрудничать. И, конечно, будут там прекрасные наши выпускники, которые прославят нашу Чувашу. Я думаю, что они все выберут именно военный путь, то есть военные училища и станут знаменитыми нашими, может быть, будущими военачальниками. И, конечно, мы будем принимать активное участие и в патриотическом воспитании этих ребят, и будем совместно проводить мероприятия. И хотелось бы сказать очень знаменитую фразу нашего легендарного генерала-лейтенанта Александра Лебедь, который вы все знаете, вся Россия его знает. Он говорил всегда такую фразу. Ведь военная форма – это только дисциплинирующий фактор. То есть трудно представить человека военной форме, который нарушает дисциплину. Все-таки это сразу же внутренняя, своя дисциплина. Естественно, человек в военной форме должен знать и понимать историю нашей страны и защищать нашу Родину. И, конечно же, это очень важно. Мы, конечно, будем принимать активное участие и в проводимых мероприятиях, и в сотрудничестве. Игорь Михайлович, спасибо вам за беседу, за то, что нашли время для того, чтобы приехать к нам в студию. А я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях был руководитель Республиканской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана Чувашской республики» и «Союза десантников Чувашии» Игорь Кашаев. А темой нашего диалога было военно-патриотическое воспитание молодежи в Чувашии. До новых встреч в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова